Около 30 дагестанских ветеранов афганской войны начали бессрочную голодовку в Махачкале, напомнив, что много лет ожидают от государства жилье. Главные требования голодающих – встреча с главой республики Владимиром Васильевым. Воины-интернационалисты уверены, что без вмешательства на таком уровне их проблемы никто не выслушает и не решит. В ситуации разбиралась Луиза Раджабова. Ей слово. Они выжили в горах Афгана под огнем и постоянными обстрелами. Они выполнили свой интернациональный долг перед Родиной и вернулись. Но к мирной жизни, вернее, к равнодушию чиновников так и не смогли привыкнуть. Говорят, на войне всё было проще. Вот он, противник, есть боевая задача, вперёд в атаку. Но сейчас совсем другое. Голодовка в афганском парке объявлена бессрочно. Ветерана требуют выдачи им обещанного 30 лет назад жилья, а также встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Сегодня, как 20 лет тому назад, на войне афганцы разбили палатку, где спят на холодном полу. Отличие одно – вид из палаточного окна не на горы, откуда ждали обстрелов душманов, а в один из центральных парков города. Вот мы уже третий день здесь. Вот так вот. Наши братья боевые, товарищи афганцы, мы здесь объявили палатку. Вот так мы и здесь заселились. К сожалению, очень холодно бывает по ночам. Земля сырая. Сегодня отвозили, было плохо, и отвозили больницу. Скорую вызывали, отвозили в больницу, делали уколы, делали кардиограмму сердца. Ну, в принципе, вот, почувствуем себя, как на войне. Вот мы за эту родину действительно воевали, но, к сожалению, эта родина до сих пор уже 40 лет. Мы не получили то обещанное жилье Конституции Российской Федерации. Это наш шаг в вынуждении, потому что у нас больше выходов не было. В течение этих 40 лет, в общем, никакого внимания на бывших ветеранов Афганистана, то есть правительство, не оказывают в данное время. Существующие нынешние ветеранские организации плохо работают. Кто забудет своего солдата, у этого родины будущего нет. До сих пор многим участникам афганской войны приходится скитаться по съемным квартирам и доказывать чиновникам, что они нуждаются в собственном жилье. Многие вынуждены отстаивать свои права на жилплощадь в суде. И не всегда успешно. Ответ один – ждите своей очереди. Очереди, которая движется не то что годами, десятилетиями. В такой ситуации оказался и Селимов Селим, ветеран боевых действий в Афганистане. В Афганистан попал 19-летним мальчишкой, служил в артиллерийском полку наводчиком. Сегодня он вынужден ютиться в крохотной комнатке, где проживает семья из 12 человек. Хотя по закону имеет право на квартиру. Виной всему потеря списка очереди. Ни один афганец в Дербенском районе на сегодняшний день, уже 37 лет прошло, ничего не получил. Ни один. Один всего получил, один. И тут через суд. Это в Дербенском районе. Такая же ситуация во всех районах Дагестана. Не в городах, а в районах. Все районы Кавказа, все районы, афганцы, в районах, которые живут в Дагестане, они все бедствуют. Ни один в районе, ни один никто не получил. Только в городе. Поэтому я здесь. Поэтому я здесь. Вот. И в восьмом году, когда была голодовка, в восьмом году, это не последний, это не одна голодовка. Это уже черт знает сколько голодовка. В восьмом году, когда была голодовка, и в 2009 году глава районной администрации признал факт утери документов, 93 афганцы одним постановлением ставят на учет, на очередь. А до этого ни один афганцин, хотя очередность была, документы были в администрации, и говорят, что документы утеряны. Что делать, не знаем. Идите в суд и доказывайте, что хотите делать. Цель нашей, то, что мы здесь сегодня вот так собрались, вчера, сегодня, это цель добиться встречи с главой республики Владимиром Василием. Мы хотим ему из наших уст, чтобы он услышал нашу проблему, выслушал нас по-отечески и справедливо решил принимать решение по нашим проблемам. У нас не только жилищные проблемы, есть и санаторно-курортное лечение, медицинское обслуживание. И прежде всего, это проблема законодательства. Мы вот эти вопросы хотим обсудить с главой республики. И надеемся завтра, позже-завтра, на встречу с ним, для того, чтобы эти вопросы решить. Проблемы с получением сертификатов на бесплатное жилье у афганцев начались после 2004 года, когда в федеральный закон были внесены поправки, по которым всех ветеранов, которые воевали вместе, разделили на две категории. На тех, кто встал в очередь на получение жилья до 2005 года, и на тех, кто после. Первых жильем более или менее обеспечили, а вторым стали говорить – ждите, пока денег нет. Дагестанские ветераны теперь слышат эти слова часто. Такими темпами многие из них до улучшения жилищных условий могут просто не дожить. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.